Что бы ты делал, если бы у тебя дали миллион долларов? Что бы ты купил бы? О, здесь сокровище. Ой, брошка чуть не разбилась. Макаревич. С подписью Макаревича. А это что такое за кишлёк какой-то? Я покупаю и продаю старые вещи. Я приехал в магазин Скупка. Это город Санкт-Петербург, Купчино. И сейчас я зайду, и мы покажем, что приносят люди в Скупку. Там работает Вадим. Я пообщаюсь с ним, и он всё расскажет. Вот, с Купочком мы работаем здесь уже 4 года. Привет. Привет, Александр Ильич. Привет. Мы принесли боны. Ага, здрасте. Ага. Это купюры, да? Да. А какие пожелания у вас? Это ж... Ага. Это такие простенькие. Какие-то пожелания, может, есть по цене? Вы же приносили, да, уже часть? Что-то похоже, да? Ну, мы за все можем предложить там 500 рублей. Ну, хорошо. Хорошо. Вадим, дашь 500 рублей. Боны. Это такие простенькие, их пачками целыми. А нету царских купюр каких-то таких. Нету советских, редких. Значков, монет, марок, ёлочных игрушек. Нету. Ладно. Держите. Спасибо. Привет-привет. Привет, Александр. Вот мы взяли боны только что. Да. Взяли дорого за 500. Я его за 300 обычно беру у него. Блин, а что ты молчал-то тогда? Просто молчал. Ну, ладно. Купюры в хорошем состоянии купили мы их все за 500 рублей. Это получается где-то, наверное, рублей по 30 за штучку, да? Угу. Да. Человек коллекционировал. Похоже, вот он по чуть-чуть приносит, искать бомчика вытаскивает. Ну, ладно, пускай 500 рублей хоть. Да, нормально. Да, он покушает. Угу. Да. Ну, что, давай сделаем обзор вещей, которые приносит. И проведем чайную церемонию сегодня. Давай. А много вещей принесли? Довольно-таки много. Я же как чайный мастер, но должен напоить друга чаем. А ты поставил чайник уже? Чайник поставил, да. О, отлично. Ну, давай тогда, Вадим, наливай чай. А я начну показывать, что нам приносит. Отлично. Пока чай не кипит, ну давайте посмотрим обзор. Вот мы взяли рога по 500 рублей. Каждый рог? Каждый рог 500 рублей. Каждый рог мы взяли по 500 рублей. Держи. Ага. Оп, второй рог. Это тоже 500? Да, тоже 500. А что, тут больше в два раза и за 500? А этот меньше в два раза за 500? Ну, как сказали, так и взял. Да? Ладно. Один чайник принесли? Разные люди. Ну, тогда ладно. А то человеку было бы обидно, если бы он принес сначала маленький и получил 500, а потом большие. Ну, да. Противогазы. Это фильтры для противогазов. Т1 есть 43-го года. А какой из них 43-го? Мне кажется, что-то не верится, что здесь есть 43-го. Там по маркировке 43-й год должен быть. Это, наверное, ГОСТ 43-го, нет? Нет, он смотрел по маркировке. Вот этот, по-моему. Вот этот вот. Да нет, это точно не 43-го. За сколько мы купили все? По-моему, мы все взяли за 300 рублей. Все противогазы, фильтры для противогазов за 300 рублей. А вот эти чайные пары... По 100 рублей мы взяли. ЛФЗ. По 100 рублей. По 100 рублей. А это что такое? А это сандучок. Пустой? Да, пустой. Просто какой-то из-под инструментов. Да. И почему мы купили такой? По-моему, 300 рублей мы взяли. Металлический, что ли? Металлический, да. А зачем мы его взяли? А, это прибор. А, прибор. Забыл? Да, что это прибор, да. Да? Прибор. Вот. Я еще хотел сказать, что все пишут в комментариях, что я боюсь, Александр Викторович, но мы с ним друзья, и я его не боюсь. Не боюсь я тебя. Хорошо. А сейчас у нас небольшая чайная пауза. Не будем говорить, что рекламная, а чайная пауза. Мы пьем большой красный халат, да Хон Пао. Чай шикарного. Это твой любимый чай? Мой любимый, большой красный халат. Такой шикарный, шичай, аромат понюхает, Александр Викторович. Ой. Свеженький. К нам из Китая пришли две коробки чая, вот. Мы здесь также торгуем чаем. Можете подписаться. Не мы, а ты. А, я торгую, да. Ты торгуешь чаем. Да, можете подписываться на мой канал Шелковый Путь Лотос. Я там исполняю песни, есть также обучающий урок по чайной церемонии. Шелковый Путь Лотос, друзья. Вот. Что, чашки сполоснули, набиваем аромат, то есть в горячий чайник насыпаем, то есть надо было сначала познакомиться с чаем, мы эту процедуру упустили. Угу. Набиваем аромат, дальше мы даем гостю понюхать, понюхать этот чай. Угу. Понюхал я, нюхал, нюхал. А тёплый аромат там совсем другой. Угу. Он согревает душу, вот это вообще чай. Это очень хорошо в зимнюю, осенне-весеннюю пору, поскольку это сильно ферментированный. Сильный какой? Ферментированный, ферментация, степень окисления. Угу. То есть чай может быть от белого пройти до чёрного. Угу. И то, что мы пьём чай чёрный, в Китае называют его красным. Первую заварку мы сольём. Сольём. Можно ганешу полить. Можно мантрус петь. Гангана, патайена, маха, онгангана, патайена, маха. Кто не в теме, подключайтесь, приезжайте в Купчино за чаем. Чай у нас вообще шикарного качества, свеженький. Сейчас Александр Викторович поделится впечатлениями от чая. Сейчас по чашечке выпьем. Да, и продолжим обзор. Продолжим обзор, да. Буквально, китайцы говорят, три вдоха, три выдоха, но чай заваривается. Угу. Если насыпать довольно-таки много в китайский чайник, допустим, чайники ясинские для чайной церемонии, они в два-три раза меньше, чем этот чайник. Угу. Хотя, просто этот чайник не из ясинской глины, то есть он такой простенький. Вот. А чайники для гунг-фу чая, для высшего мастерства чайной церемонии используют ясинской глины. Они очень дорогие, они идут от пяти там до миллиона долларов. То есть, от пяти тысяч рублей до миллион долларов чайник может дать. А что бы ты делал, если бы у тебя дали миллион долларов, что бы ты купил бы? Я купил бы дом в Индии и уехал бы в Индию. А и всё? Ну, и там создал бы семью. То есть, наверняка открыл бы кафешку. Я как повар, я бы готовил там чай, блюда разные. То есть, мне очень нравится индийская кухня. Я в том году был в Индии, если вы смотрели предыдущую серию, когда я привез по бутылке начальнику подарок Old Monka, виска. Цвет на стою. А что бы купил бы? Купил бы что-нибудь с первым делом. С первым делом билет на самолет. А какое у меня развлечение бы? Что я потратил? А я в Индии мало денег потратил. Не, не в Индии. Вот тебе дали вот сейчас вот этот чемодан с миллионом долларов. Я купил бы машину Nissan Qashqai. За миллион долларов? Я все равно Qashqai очень хочу. Друг есть вьетнамец, Шон назовут его. Кстати, привет, если увидишь это видео. Мы очень давно дружим с ним. Даже вместе на кунг-фу ходили. На Винчунь. И мы ездили на Nissan Qashqai. Я влюбился в эту машину. Она очень красивая, комфортная такая. Так, давай бахнем. Давай бахнем. Александр Ильдович, вот ваш. Это мой? А это ты эту чашку босса взял? Самая чистенькая чашка. Подаю с поклоном. Спасибо. Как? Потому что у нас можно еще попить чаю в скупке. На Копчинской 32, корпус один. Немножко горячеватый. Ты такой не пробуешь. Так, елочные игрушки. Тут два набора. Мы купили вот эти игрушки за два раза. То есть, два разных клиента было. Вот этот пакет мы купили за 500 рублей, по-моему. Вот. И вот эти игрушки, там, 4 штуки, которые внизу, мы купили за 100 рублей. Какие внизу? А вот и здесь. То, что вот один один, да. А, я понял. Ага. А это что такое за кошелек какой-то? А, это просто пустой, да? Короче, игрушки мы купили за 500 и за 100, да? Ну, вот здесь хорошенько вот эта вот игрушечка. Проигрыватель мы взяли, по-моему, за 100 рублей. Проигрыватель взяли за 100 рублей. А вот это радио современное. Тоже за 100 рублей, и оно работает. Ну, такое антуражненькое, 100 рублей. А гитара? Гитара, по-моему, 250 рублей обошлась. А лопата? Лопата 1942, по-моему, года, или 1943. Ну, где-то клеймо, а, он, да, 1940 год. 40-й год, да. И за сколько мы купили ее? За 300 рублей. Отлично. А, мопед, вот этот велосипед? За 300 рублей взяли, потому что машина скучена. А зачем мы взяли? Чтобы продать, наверное. Надо директор спросить, зачем мы взяли. Хорошо. Все это мы взяли за 800 рублей. Паровозик. Паровозик, веселый поезд. Такая стулька. Бинокль театральный. Ты смотрел у него? Видно хорошо? Видно. Отлично. И такой бинокль. И двое часов. Одна чайка. Вторая. Компанию. От командующего у вас Каменинградского военного округа. Все вот это мы купили за 800 рублей. Вот аппарат Зорьки-6 взяли за 300 рублей. Книги мы взяли по 50 рублей. Записки, речи, письма. Островский театр. 1941 год. А это что у нас? История искусства русского. 1929 год. Такие дела. Все это мы взяли не очень долго. Сейчас мы взяли солдатиков. Еще нам принести солдатиков мы взяли за 100 рублей. Прикольные солдатики. Оленя мы взяли за 300 рублей. Потому что у него скол оказался на рагу. Я ему обещал 1000 рублей. Когда он мне прислал фотографию. Он тебе принесся и оказалось, что сколы мы купили за 300. А эту лампу... Взяли за 50 рублей. Блин, вообще тяжелее, да? Солевая лампа. Угу. Очень полезно. А вот теперь смотрим дальше марки. Марки. Это Бон. Вот как раз такого же мужика похожа, да? Да. И мы вместе с альбомом и вместе вот с монетами выпадают. Взяли за 1000 рублей. Угу. Ложки-вилки и мельхиор. Взяли по 30 рублей за штуку. Угу. Ничего себе, да, интересного нет такого? Ты не пробовал напорчик сложить? Чтобы штука была. Я, кстати, не пробовал. Купили вот эти ложки и вилки по 30 рублей за штуку. Мельхиор так в среднем мы покупаем. Его очень много. Выпила нам принес мужик один, который собирал значки в свое время. Очень хорошие выпила. Ну вот сам вот эта бархатушка, правда, он ее, похоже, что испортил. Организация высоком мастерства профессии. В честь 24-го съезда КПСС. За сколько мы купили это? 500 рублей. Ну, оформлено хорошо. Ну, значки такие, так себе, простенькие. Угу. Так, что там? Не мельхиор. А, на живилке не мельхиор. Ну, мне понравился рисунок. А, набор полностью. Полностью набор, да. Угу. Ну да, здесь просто рисунок хороший. И все мы купили за сколько? По 30 рублей за штуку. Угу. Нормально? Ну да. Они же нужны почти новую. Ну да. Вот эти можно было взять, да. А, ты скажешь, что у тебя в руке? Это трубка. Трубка с чертом. Угу. Ну, она полностью или здесь что-то не хватает? Ну, она была длиннее, они говорят. Ну, то есть, случайно у них сломался штифт здесь, и они укоротили ее. А, за сколько мы такую купили? За 300 рублей. Отлично. Вот такие дела. Что там еще у тебя, Вадим? Ну, всякая браклишка, зажигалка. Угу. Рабочая. Угу. За сколько купили такую? Давай, все. Угу. За 100 рублей взяли. Ложечка. Сыльчики лупа. Ни о чем. Рюмочка. Рюмочка латунная. Почему мы такую купили? А все вместе мы взяли за 300 рублей. Все вот это все вместе за 300, да? Ну, часы приятные. Скань. Секунда. Угу. Давай дальше показывать, что-то я вижу. Там бусы какие-то торчат. Подносик это, по-моему... Каждый раз мы его достаешь, то его... О, здесь сокровище. Прямо как сундук с сокровищем выглядит, да? Вот эти жетоны. Метро юбилейные. По-моему, мы 100 рублей за штуку брали. Юбилейные жетоны. Угу. Купили 100 рублей за штуку. Юбилейные бусы. Ой, брошка. Чуть не разбилась. Брошь шикарная. Взяли за 100 рублей. Юбилейные бусы. Вот три... Две пары юбилейные бусы мы взяли за 300 рублей. Угу. Часы. Часы. 100 рублей взяли. Угу. Эти часы. Часы тоже. Почем такие? 100 рублей. Угу. Солдатик металлический мы взяли за 100 рублей. Угу. Отличник советской армии. 100 рублей. Угу. Ну, остальное здесь ничего такого интересного я не вижу. Готов к гражданской обороне. По 100 рублей тоже. Часы за 100 рублей. С кактусами. Доллар мы взяли за 300 рублей. Большой доллар. Зачем его взяли за 300 рублей? Он даже без водных знаков. Ну. Большой его. Даже кто-то распечатал. Ладно. Ладно. Распустим 50 рублей к нему. А марки? Почем? 200 рублей. Угу. Что там еще? Полотна. Сверла. Нет, понятно. Мы стараемся это вообще не брать, но нам отдают по 50 рублей. И приходится брать. Весы. Ага. 100 рублей. Дедушка. Папушка. 50 рублей. Странная вещь, конечно. Вот еще бараклишко. Повеселее. Мы взяли вазочку за 50 рублей. Взяли бинокль за 200 рублей. Рог за 200 рублей мы взяли. Есть песня такая. Деньги вам так и сыпятся, как из рога изобилия. Без особого усилия Бог дает эквивалент. Вот. Потом подсвечник. Подсвечник 100 рублей. Это аппарат 200 рублей. Чай. Как ты его только еще не выпил. Да я хотел выпить. Я забыл про него просто. До Кунпао пришел. Китайский чай, да. Оставишь мне? Ну, оставим здесь его. По-любому. Так, а это что такое? Когда китайский закончишься, я его выпью. Это кораблик 50 рублей. Рубанок 50 рублей. А стаканчики? Стаканчики 100 рублей. Там советские стаканчики. Советские стаканчики, сейчас покажу. Вот такие вот стаканчики. Поехали дальше. Поехали дальше. Рубанок 50 рублей. Это 200 рублей. Что у нас здесь такое? Какие-то бусики, да? Бусики, братышка всякая. Браслет. Браслет. Рамочка. Рамочка 50 рублей. Металлическая. Здесь колечки какие-то. Необычные колечки. Какие-то магические. Да. Это отдали за 300 рублей нам все вместе с шкатулкой. Вот. Что там еще есть? Что еще? Есть еще немножко. Вот еще вещички. Смотрите. Гирьки 200 рублей мы взяли. Разновес. Ага. Часы, ракеты в хорошем состоянии. 500 рублей. Смотрю. Да, ракета хорошенькая. Потом 300 рублей. Это молния. Молния. Эти 100 рублей мы взяли. 50 рублей. 100 рублей. Бритва редкая. Бритва вообще обалденная, шикарная. Исаак Давидович Г. Ковна. Город Ковна. Мы взяли за 2000 рублей. Женщина уперлась. Вот. Не хотелось дешевать. Склад всевозможных парикмахерских инструментов и принадлежностей. Ну, шикарная бритва, конечно. Ага. И Олимпия мы взяли за 200 рублей. Друзья, спасибо, что смотрите нас. Смотрите предыдущие видео «Жизнь барахольщика» в Купчино. И также смотрите канал «Жизнь барахольщика». Вот. Можете посмотреть выпуск со мной «Давай поженимся». Библиотека Шестверей. Его с ютуба удалили. И на Рутубе есть. И на Яндексе, если набирать. Поржете. Жизнь. Как-то ездил на «Давай поженимся». Да, на «Давай поженимся» ездил. Позапрошим году. Угу. Вы узнаете, кто выбрал меня. Да. Это был обзор. Это был обзор «Жизнь барахольщика» Купчино. Это был обзор за три дня закупок. Вот. Друзья, если у вас есть старые вещи, приносите их обязательно в скупку. Мы работаем Купчино СК-32, корпус 1. Удельный, 19-й павильон. Вот. Невский, 110. Просвещение, 27. Просвещение, 27. И гражданский, 117. Угу. А что купим все, деньги сразу. Это наш девиз. Ребята, приходите, приносите старые вещи. Пока-пока. Всем спасибо. Намасте. Не судите строго. Ставьте комментарии, лайки. Вот. Нам еще также принесли лошадку. Угу. Взяли за 100 рублей. Чехол. Чехол. Под ружье. Под ружье мы взяли за 200 рублей. Угу. Это мы уже оделись, и Вадим нашел в занычке там. В заначке, да. В заначке. Еще яйцо. Я думал, что это пасхальное яйцо. А мне мужик сказал, что это Фаберже. Прикольнулся. Да? Он просто сказал, что я вам принес Фаберже. Вот. Мы взяли за 100 рублей яйцо. Угу. Прикольное. Вторая мировая война. Книжка. Борис Пастернак. Макаревич. С подписью Макаревича. Вот. С автографом, да. С автографом. Макаревича. Фанат какой-то Макаревича. И взяли мы эту книгу за 300 рублей. Угу. Вот. То, что он, друзья. Какой-нибудь другой фанат. И кому нравится, да, Макаревич? Да. Кому нравится Макаревич, может у нас приобрести эту книгу с автографом. Так что, друзья, это сам. Пишите в комментариях, кому эту книгу. Вот. Спасибо всем. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на наш канал «Жизнь барахольщика». Вот. Это обзор был за три дня. Так что, вот. Пишите в комментариях. Смотрите наши видео. Подписывайтесь. Тоже говорим? Да. Ну, все. Поехали. Что?